Всех с выходным днём, суббота, хороший день, день отдыха. Ну, погода немножечко такая, рабочая, скажем, да? Не самое худшее, что может быть. В связи с тем, что микрорайон, мы его сами, кстати, назвали самолёт, он заселяется, и понятно, кто здесь живёт с первых дней, тот видит, наблюдает, какие происходят изменения. То, что было вначале, и сегодня, это две большие разницы, так или нет? Ну, правда, это так, да? Значит, мы даём себе отчёт, что всё-таки сегодня микрорайон, самолёт развивается, но это всё ещё, к сожалению, большая строительная площадка, потому что микрорайон застраивается, строятся новые дома, поэтому строятся социальные объекты, школа, сады, и понятно, что есть некие неудобства. В том числе неудобства, что касается дороги транспорта, тоже вы это знаете. И над этими вопросами так или иначе все работают. Здесь есть определённые трудности, потому что всё, что касается вопросов, связанных с решением на территории Московской области, вы заметили, в этом плане нет проблем. Да, у нас есть большой сосед, Москва, столица, но это другой субъект федерации. Есть такие отношения между субъектами, неважно, это Москва, Рязанская область, поэтому суть в том, что есть определённые взаимоотношения с точки зрения транспорта, потому что, будем говорить, свои есть службы, комиссии, которые определяют движение транспорта в Москве, в области свои, и есть так называемый межсубъектовый транспорт. Понятно, что эти все вопросы решаются на уровне правительства Москвы и области. У нас, по большому счёту, нет проблем во взаимоотношениях с Москвой. Но в силу того, что Москва тоже данную ближнюю территорию к самолёту тоже застраивает, вы знаете, там тоже большая строительная площадка, и тоже строятся и дома, и дороги, и в том числе открылась метро Некрасовка, вот буквально, будем говорить, на днях. Тоже там, скажем, что касается Москвы, то она свои вопросы тоже решает. Теперь осталось увязать вопросы, связанные области транспортные с Москвой. Эти вопросы тоже у нас, скажем так, теоретически увязаны. Сегодня есть предприятное решение. Осталось только, скажем, всё это связать на земле. И мы эти тоже вопросы решаем. И вы это наблюдаете. Мы же предвидели, что будет метро Некрасовка. И целый ряд вопросов, связанных с движением транспорта, маршруток, автобусов, мы увязали, и сегодня я надеюсь, что больших вопросов с точки зрения передвижения автотранспортом, автобусом, маршрутки к метро Некрасовка нет. Есть вопрос, даю себе отчёт. Всё, что связано с пешей доступностью микрорайона «Самолёт» с метро Некрасовка. Это сегодня есть такой вопрос. И, понятно, вы его поднимаете. И, понятно, это вопрос будем решать. Здесь есть маленькая такая, будем так говорить, нестыковка, потому что вот эта территория, которая приближена к вашему микрорайону, она застраивается Москвой. И здесь, по плану строительства Москвы, завершение этой стройки, насколько я не ошибаюсь, и информация у меня достоверная, 2022 год. Вы, наверное, об этом тоже знаете. Знаете или нет? Ну, знаете. Это же тоже вся информация присутствует сегодня и в сетях, и на сайтах города Москвы. Поэтому, конечно, когда эта, скажем, часть, которая приближается к вам, будет окончательно достроена, и мы тут тоже окончательно наведём порядок и благоустроим, то передвижение будет, по сути... Сегодня, смотрите, границ между микрорайоном «Самолёт» и Москвой нет. И когда всё будет застроено, то здесь, по сути, дома как бы будут настолько приближены, что, скажем, будет человеку, который где-то приедет сюда, он не поймёт, где Москва, а где Московская область. Но я даю себе отчёт, что на сегодняшний день эта тема вас мало интересует. Вам надо дойти до метро. И сегодня мы эти вопросы решаем. Я чуть позже предоставлю слово своему заместителю Сигалову и Дарву Семёновичу. Но мы ставим перед собой задачу. Пока что временно. Я эту тему вчера буквально обсуждал с заместителем губернатора Тресковым Игорем Борисовичем. Тут, сколько там, 270 метров, да? Нужно проложить какую-то временную тропу, я говорю, да? Какую-то временную дорожку. И я надеюсь, мы сейчас этим вопросом согласовываем, потому что надо согласовать с Москвой, значит, главой архитектуры Москвы, в строительном блоке Москвы, чтобы проложить эту тропу. Я думаю, что мы это не будем с этим затягивать, мы это согласуем. Такая временная дорожка будет. Поэтому, в том числе, я надеюсь, в ближайшее время мы решим вопрос пешей доступности к метро Некрасовка. Поэтому, я думаю, я предоставлю слово Эдуарду Семёновичу, ну а потом мы порассуждаем. Семёнович, будь добр. Пожалуйста. Сигаловый, Дорос Семёнович. Первое, что я хочу сказать, что в рамках развития именно дорожной инфраструктуры, которые находятся в микро- районе «Самолет», а также и рядом с микро- самолет, то вот, что касается именно всего городского округа Люберцы, то к 2021 году это будет одна из самых лучших транспортных доступностей и дорожной инфраструктуры, которые есть вообще в городском округе. С чем это связано? Первое, вы знаете, что к концу 2019 года у нас будет, не у нас, а на территории Москвы будет построена дорога, дорога с разворотной площадкой, где будет подходить московский общественный транспорт. Вот, это конец 2019 года, декабрь 2019 года. Вот, ввиду этого вы можете, сможете пользоваться как вот этим транспортом, который сейчас здесь, так и транспортом московским, который находится там со всеми теми социальными льготами, которые есть в Москве. Поэтому это очень достаточно положительный момент. Второе, вы знаете, что строится проектируемый проезд, и реконструкция Зенецкого шоссе, она как раз вольется в проезд. И это также конец 2019 года. И вы получите четырехполосное движение Зенецкого шоссе и четырехполосное движение с тротуарами, как на Зенецком шоссе, с освещением, вот, так и дорогу, и с тротуарами, которые тоже можно будет дойти до метро Некрасовки. Среднее расстояние, которое можно будет доходить до метро Некрасовки, составляет два с половиной километра. Далее, решения все приняты, проект планировки территории, вот, ждем разрешения на строительство. Вы знаете, что у нас строится северо-восточная хорда. Вот, данная хорда вольется в улицу Барыкина и пойдет, соответственно, непосредственно на МКАД. То есть количество дорог, которые здесь будут, позволит абсолютно, я надеюсь, беспробочно передвигаться как в сторону Москвы на автомобиле, на общественном транспорте, так, соответственно, вот то, что говорил Владимир Петрович Ружицкий, прорабатывается вопрос пешей доступности. Этот вот кусочек 270 метров, он уже в просчете. Министерство строительства сюда присылало, жилищные политики присылало сюда людей, уже они посчитали, и сейчас проводятся смертные расчеты для того, чтобы понять стоимость такого тротуара и, соответственно, согласование его с Москвой. Вот это вот основные вопросы, которые есть. Значит, ну, что касается общественного транспорта, вы знаете, что мы в 31П добавили два автобуса. Вот, кроме этого, то, что, опять же, и наша рабочая группа, которая у нас собирается практически еженедельно, и в понедельник у нас в 18 часов опять встреча рабочей группы. Я, кстати, приглашаю на нее, она будет в 18 часов в понедельник, в 230-й аудитории. Я приглашаю, у кого есть желание, можете тоже подойти на эту группу, потому что на этой группе мы уже окончательно поставим точки и выдадим окончательные предложения по тому, как должен ходить общественный транспорт. Поэтому вот перспективы, основные перспективы, это достаточно серьезные. Это конец 2019 года. Ну, понятно, мы сами все понимаем, что есть и погодные условия, и какие-то другие могут быть определенные объективные обстоятельства. Ну, начало 2020 года. Вот мы получим вот эти вот дороги и вот эту доступность. Ну, а теперь давайте, да, мы порассуждаем вопросы. Да, пожалуйста. 31П мы, конечно, добавили, только вот давайте сейчас встали на остановку и попробуем его дождаться. В выходной день он не ходит. Его как бы нет. То есть есть вопросы по выходным дням? Конечно. У нас Ред Транс есть здесь? Это автоколонна. 31П мы, да. А так, автоколонна есть у него здесь? Да, конечно. Давайте микрофончик. Выходи ко мне, чтобы тебя люди видели. Да, 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 да. Вопрос. В выходной день. 31П. Рассмотрим расписание, передам руководству, будет ответ данный. Минуточку, надо говорить понятно и внятно. Мы протоколируем, значит, и эту тему буквально сегодня-завтра. Минуточку, не спешите. Значит, давайте договоримся. Значит, руку винить с кармана. Ну, ты как-то ведите прилично. Я не могу ответить на данный вопрос, потому что начальник идёт запас директора. Значит, минуточку, значит, тогда... Подождите, а где у нас директор? Где? Куда он попал? Кто исполняет обязанности директора? А он, почему её нету? Значит, его ко мне в понедельник утром. Мы же тут не игрушками занимаемся. В понедельник утром его ко мне. Значит, я добавлю. Ну, просим, дорогой надо владеть, либо сюда не приходить. Вообще, добавлю к этому вопросу. Можно этот вопрос? Да, значит, мало того, что на рабочей группе. Мы договаривались с рабочей группой, что 31П, который есть, расписание полностью мы согласуем на рабочей группе в понедельник, и вам доведём через соцсети, как конкретно будет ходить 31П. Это будет сделано на рабочей группе. Так, хорошо, вопросы ещё, пожалуйста. Так, сейчас, минуточку. Давайте по очереди, давайте, микрофон передавайте, пожалуйста. Я бы хотела задать такой вопрос транспортникам. Скорректировать, потому что это очень затратно. Я понимаю, что дифференциация должна быть в обязательном порядке. Более того, мы запросим сейчас, Владимир Петрович, обоснование цены, потому что есть такое, мы уже запросили обоснование цены, и направим для проверки в прокуратуру. Это единственный орган, который позволяет нам регулировать ценообразование. Спасибо. Хорошо. И тоже мы, смотрите, чтобы я был правильно понят, мы идём сейчас в эфир, нас позволяют, есть возможности технические, а дальше мы всегда размещаем, любые встречи, которые мы проводим, ВКонтакте, где там представлено всё, что мы тут сегодня произносим. И мы ведём протокол. Поэтому все те вопросы, что есть, тоже у нас есть институтная группа. Кроме этого, мы через сети доведём, чем завершилась работа с прокуратурой, а также давайте отработаем эту тему с Минтрансом, с МВК. Да, я сразу же добавлю, что буквально вчера было выездное заседание Московской областной думы у нас на территории Люберис. И этот вопрос я поднял. Минтранс, во-первых, сейчас нам даст обоснование цены по всей Московской области, потому что мы часто встречаем в соцсетях, что в Люберцах дороже, чем в других городских округах. Значит, мы этот вопрос подняли. В понедельник на рабочей группе нам уже доведут, будет представитель Минтранса, доведут общую обстановку, а также обоснование цены. И то, что сказал Сергей Павлович. Эту проблему мы отправляем в прокуратуру и федеральное антимонопольное агентство для проверки вот этих вот цен, которые есть. И мы обязательно это доведем. Хорошо, спасибо. Так, хорошо. Давайте вот тут вот этот край. Где мы, давайте, микрофончик. Здравствуйте, мы новые жители. Как раз возле нашего дома сделали собрание. И нас очень беспокоит такой вопрос, как безопасность движения. Потому что мы сейчас находимся на остановке, в которой фактически сейчас Барыкино 1-2 или Дом-2. Совершается большая посадка пассажиров, чем дальше, на которую остановку перенесли. И происходит такая ситуация, что автобусы РАН-Транс выстраиваются практически вдоль остановки. И МОСОВЛ Транс автобусам приходится сажать своих пассажиров на проезжей части. Я сама писала уже вам как раз под этим постом, что буквально недавно я чуть не попала под колеса водителя, который решил проучить возмущающуюся гражданку, которая начала ему кричать, куда ты едешь, собственно говоря, дай-дай с пассажиром. Он начал подавать назад, и я чуть не попала под автобус. Меня просто сын выдернул из-под автобуса. До какой степени вот это вот будет продолжаться? Хорошо, кто у нас РАН-Транс тут есть, коллеги? Кто тут? Возьми микрофон, пожалуйста. Добрый день. Представься только. Уланов Иван Александрович. Я представляю компанию РАН-Транс. Руководитель Кладкаринской, Мечковской базы. С этим водителем проведена беседа. Этот водитель уже наказан. Руководитель Кладкаринской, Мечковской базы. Кто бы мне платил и потелку? Кто бы содержал моего чё-то, который один остался? У него больше никого нет, родственников нет. Вопрос, что она должна давать. Кто? Вы по одной говорите, девочки. Вы меня не идёте, а вы оставите. Мы ведём в ближайшее время, мы ведём порядок. На этой остановке уже не будут скатываться машины. Вот отстой, вот отстой, вот за вашими спинами сейчас машины стоят. Я прислала. Владимир Петрович, пожалуйста, посмотрите. Я вам сейчас в чате сброшу, когда-то утреннюю начали ставить шахёт. И опять ваши маршрутки стоят там в углу. Они не дают разворачиваться. Две машины стоят на посадке. Отстой будет вот здесь. Вот. За вашими спинами будет договориться. Друзья, мы, давайте договоримся. Я прошу внести в протокол Ратрасу поручить в течение ближайших суток отладить остановку автомобиля. Или отстой автомобиля. Договорились. Договорились. Владимир Петрович, можно добавить по этому поводу? Уважаемые жители, добрый день. Во-первых, чтобы мы с вами понимали, мы постоянно мониторим эту ситуацию, знаем об этой проблеме. Мы привлечём сотрудников ГИБДД для проверки, транспортный контроль. И, безусловно, этот порядок будет наведён. Единственное, сегодня мы уже согласовали с рабочей группой вопрос посадки и высадки. У нас высадка будет вот в этом кармане. Посадка будет у дома номер 6. Мы там организовали карман. Здесь практически порядок будет наведён идеальный. И по 31 маршрутам, которые обслуживаются с компанией Рантранс. Представители ГАИ даже не останавливаются. Представители ГАИ будут останавливаться. Они просто даже нашего жена останавливаются. Уважаемые жители, мы все присутствуем в чатах. Поэтому у нас есть прямая и обратная связь. Давайте фото, видеоматериал. И поверьте мне, мы каждого человека привлекаем к таким ответственности. С транспортом фотографии. И, возможно, здесь фотография водителя и фотография номером автомобиля. И давайте будем отработать. Будет обратная связь. Договорились. Дальше девушка, задайте микрофончик. Здравствуйте. Владимир Петрович. Эдуард Семёнович очень хорошо рассказал про пешеходную доступность с улицы Барыкина к Москве. Однако микрорайон на улице Барыкина только начинается. На улицах Камово и Зерно на сегодняшний день 13 жилых домов. В этом году будет сдаваться еще 5-6 и строится еще порядка 7 домов. Мы получаем огромный кусок микрорайона на удаленности от улицы Барыкина порядка 2,5 километра. Нам, чтобы дойти сегодня сюда к вам навстречу, понадобилось 20 минут хорошим быстрым шагом взрослого человека. Причем нам необходимо сначала обойти поле СЛЭП, которое сейчас не застроено. У нас есть улица Покровская на территории Москвы. И на сегодняшний день там сейчас есть грунтовая дорога, ну как бы очень сомнительного качества, как вы понимаете, которой мы могли бы и хотели бы пользоваться, если бы она была в каком-то более-менее приемлемом состоянии. Оттуда, до улицы Покровская, от наших домов, порядка двух километров всего. И вот, ну, насколько я вижу и знаю, этот вопрос практически сейчас не прорабатывается. Хотя для нас эта тема очень актуальная. Хотелось бы узнать... Кто, может, владеешь вопросом, да, пожалуй? Оль, ну, во-первых, мы сегодня, как мы договаривались, мы пройдем сейчас туда, и еще раз после встречи пройдем, посмотрим, как там можно пройти. Но я хочу сказать только одно, что, да, есть много направлений, по которым можно пройти. И вот задаваться целью по территории Москвы проложить много направлений тротуаров достаточно сложно, и мы можем зайти там в определенный тупик. Поэтому мы посмотрим вот эти все вещи еще раз и тоже возьмем в проработку. Просто если мы будем идти через Барыкино, расстояние до метро у нас составит больше пяти километров. Это уже вряд ли можно считать... Хорошо, мы сейчас пройдем, посмотрим, и что мы еще можем там сделать. Я возьму проработку, и надо вместе с компанией «Самолет» эти вопросы отработать, с Минтрансом, с Москвой, потому что, смотрите, все эти тропы через Москву. Решать вопросы с Москвой ей уже сложно, но запредельно сложно, потому что там своя строительная политика, своя главная архитектура Москвы, там все свои совершенно другие подходы. Все же на территории области, вы заметили, мы решаем, я уже извиняюсь такое за такие слова, но в режиме онлайн. Можно наибыстрее, но мы достаточно быстро на территории области решаем. С Москвой все сложнее. Да, пожалуйста. Я хочу отметить, что с появлением 31-го автобуса 31-го значительно улучшилась ситуация, и я благодарна за это, потому что действительно сейчас возможность есть уехать, а они относительно часто ходят, все хорошо, и организация цивилизации, можно сказать, пришла в самолет. Но меня беспокоит, знаете что, что к осени добавятся пассажиры в лице студентов, школьников, и пользоваться уже будет просто нереально, по крайней мере, вот с улицы Барыкина, потому что новые дома заселяются, с вертолетной, третья очередь, маленькие автобусы садятся, с Моросина, по самовольно-строенному мосту идут, тоже пользуются этим транспортом. И когда уже доедет до вертолетной 6, до Барыкина, мы уже просто не зайдем. И вот это очень вопрос меня тревожит. мы об эти вопросы, как правило, отрабатываем. Вы заметили, да, я помню, какие здесь были, ну, такие, я мягко скажу, дебаты, там три года назад, два года назад, потому что, понятно, микроорганизм заселяется, застраивается, и мы руку держим на пульсе, и по мере заселения мы увеличиваем автотранспорт, увеличим автобусы больше вместимости. Все эти вопросы мы будем отрабатывать, постепенно, по мере возникновения проблем. Это, ну, мы с вами будем отрабатывать. То, что здесь у нас присутствуют и перевозчики, и застройщики, и мы, значит, и Министерство транспорта, по этому, эти все вопросы у нас, ну, будем решать по мере их поступления. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Петрович, вы сказали, что в пределах области вопросы по дорогам решаются буквально одним днем. У нас ЖК разделен на две части и разрезан ЛЭП. И дело в том, что у нас скам, а дети ходят в школу на Барыкино, вот на вертолетную, и ходят они через поле ЛЭП. Дорога там просто ужасная, там бетонка, глина, грязь, и все прочее. Сейчас будет сентябрь, и наши дети опять пойдут по этой дороге, потому что по вертолету это очень большой крюк, и вы сказали, что это можно в подлэп как бы нам сделать вот тротуар хотя бы пеший. И чтобы он был цивилизованный, и по нему можно было дойти от дома до школы в нормальной обуви. И чтобы состояние... Это что-то вопрос понятен, я попрошу, Абрама Евгений Николаевич, ты все-таки у нас представитель застройщика, это тема застройщика. Возьми микрофончик, пожалуйста. Добрый день, Владимир Петрович, добрый день, уважаемые жители. Значит, начну, хочу начать с первого. Абрамов Евгений Николаевич, замдиректора самолет, начальник строительства микрорайона Либерц. Значит, первое и самое важное. Охранная... Подлэп ходить... Это охранная зона. Подождите секунду, секунду. Но компания самолет вместе с администрацией прорабатывают этот вопрос с Россетями. И решение, мы надеемся, будет в ближайшее время, каким образом нам можно запустить по этой дороге пешеходную дорогу. Только после этого, в течение кратчайшего времени, мы отработаем проекты, начнем это строить. Но мы рассчитываем, что в течение месяца-двух мы получим решение от Россетей. Это первое. Второе. Если здесь находятся жильцы и собственники этого микрорайона, вы помните, что мы всегда держали строительный забор, значит, вешали объявления, что подлэп ходить нельзя. Никогда мы не отрабатывали... Это... Секунду. Секунду. Мы никогда не отрабатывали эту дорогу, как пешеходную зону для людей. Это строительная зона до сих пор. Вы... Я прошу прощения, не вы конкретно, есть неорганизованные люди, которые ломают нам строительные заборы, срывают наши объявления. Более того, ломают наши шлагбаумы, которые мы для вашего здоровья и блага ставим. В частности, если вы заметили, значит, мы строим сейчас школу в микрорайоне. Вот здесь недалеко, рядом с открытой. И у нас единственная дорога по поставке материалов, это через наш пустырь, под лэп. У нас разрешение там проезжало, что грузовая машина. И мы оставили эту дорогу специально. Объявление повесили людям. Уважаемые друзья, уберите, пожалуйста, машины с пустыря под лэп. Это опасно. Дорога, может быть дождь, и ваши машины сгорят. И второе, вы нам мешаете. Чем все закончилось? Секунду. Секунду. Про парковки вопрос номер два. Чем все закончилось? Люди подъехали, у нас есть съемка, мы подали в милицию заявление. Люди подъехали, зацепили тросом, дернули ее джипами, сломали мне все шлагбаумы, все дороги, нанесли мне ущерб. Это же тоже вы. И мы. Мы же люди. Вы задаете мне правильные вопросы, я стараюсь их ответить. Про условия какие-нибудь выносимые, которые людям приходится ставить подряд. Давайте поконкретнее, про какие невоисимые условия вы говорите. Конечно, конечно. Десто я. Конечно. Вот, смотрите, такая ситуация. Камула 12 дом. Значит, рядом будут заселяться 4 числа, получается, новые жители 47-го корпуса. Там по парковкам мест мало, соответственно, новые жильцы заселятся. И, конечно же, парковочных мест будет мало. Они будут, соответственно, где останавливаться? Отвечаю. На наших парковках, на наших мест нет. Отвечаю вам, отвечаю вам последовательно. Если кто-то из вас присутствовал на встрече Владимира Петровича в прошлом и позапрошлом году, Владимир Петрович в наш адрес всегда задал вопрос. Коллеги, давайте сделаем многоуровневую автостоянку, чтобы она отмещала 1000 машин, 500 машин, 2000 машин, мы всегда говорили, да, но, пожалуйста, пускай жильцы проведут внутреннее свое совещание, определят, что такие желающие на эту парковку есть, и тогда мы будем рассматривать вопросы ее строительства. Чем все заканчивалось? Ничем. Стойте, 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 стойте. Ничем. Мы собирали людей, и у нас было заявлений, у нас было заявлений пять, пять заявлений. Естественно, из-за пяти заявлений никто не будет строить высокоярусные парковки, и мы сделали плоскостную, сейчас, секунду, мы сделали плоскостную парковку, она перед вами, перед 16-м домом, что делали жильцы? Да? Они благополучно там выбрасывали мусор, они благополучно там выбрасывали свои старые диски. Теперь рассказываю вам про... На ваш вопрос отвечаю. Да. В данный момент компания «Самолет» уже начала строительство плоскостной стоянки на 500 мест напротив дома, ну, по строительному говорю, это 47-й, это последний по вертолету перед моим штабом. Уже строительство началось, мы рассчитываем за 2-2,5 месяца, там будет платная парковка, вот не такая неорганизованная, как мы сделали около 16-го дома, а там будет по-нашему, по крайней мере, планы сейчас такие, там будет организованная парковка с охраной, с заборами, с освещением, с парковкой и так далее. Это я ответил вам на отсутствие парковочных мест. 2-2,5 месяца. В прошлый раз вы собирались к июню эту парковку построить, сейчас проявили? Дело, что вы передергиваете, я никогда не собирался к июню ничего строить. Владимир Георгиевич, на вашей встрече, когда я была в школе, этот вопрос поднимался. Мы начали работы, мы начали работы уже, милости просим, приходите в понедельник ко мне на работу, я вас проведу и все покажу. Если вас интересует... Я тоже на работе. Если вас интересует график, то я вам сказал, 2-2,5 месяца, Владимир Георгиевич, точно абсолютно. Можете спросить про политикарты? Да, конечно. Девушка, девушка, мы проводили, не мы, а управляющая компания, самолет-сервис, проводила мониторинг, опрашивала жильцов. Мы получили 5 заявлений от людей, которые хотели. Все. Обратитесь, пожалуйста, в управляющую компанию, вам дадут мониторинг. Хорошо? Мы спрашиваем, как у вас можно зарезервировать места? Когда построится, тогда и публика. То есть у нас уже на пластовской там... Я думаю, что мы не можем продать... Минучку, давайте, друзья мои, друзья мои, давайте мы договоримся, нельзя продавать места на пластовом парковке. Давайте договоримся, в аренду, да, продавать нельзя, потому что эти все парковки у нас под многоярусные парковки. Мы заведем ситуацию в тупик. Продавать нельзя. В аренду, да, я не против. Все, Владимир Владимирович, хорошо договоримся, потому что мы в противном случае создадим коллапс, потому что, смотрите, ну, насколько я знаю, сегодня отрабатывается ряд вопросов касательно неких таких законодательных актов по штрафовке жителей, которые будут ставить автомобили на газонах, на тротуарах и так далее. Это вопрос времени. И такой закон будет принят. И когда такой закон будет принят, ставить машины будет негде. Мы не можем схлопнуть те территории, где в перспективе должны быть многоярусные парковки. А тогда это уже будет какой-то бизнес. Сейчас какая ситуация? Вот вы застройщик, да. Это компания, которая занимается, скажем так, строительным бизнесом. И понятно, что они могут построить многоярусную парковку, но хотя бы она была бы в нулях. Но если вы же немножко занимаетесь бизнесом, когда в минус, никто не будет строить. Поэтому стоит задача на сегодняшний день каким-то образом еще раз подойти. Возможно, сделать какой-то предпроектный договор или предварительный договор, разместить его в сетях, чтобы люди видели, цена вопроса, какая плата. Ну, чтобы примерно люди понимали. И смотришь, какая-то будет инициативная группа, она зацепится, и может мы найдем там 500, а может тысячу человек, потому что микрорайон развивается. И более-менее те, кто прагматичен, он должен понимать и деньги, сегодня проблема денег, и деньги, когда есть, то, конечно, многие захотят скажем, купить это, скажем, парковочное место по той лишь причине, что с годами это будет только дороже и сложнее. Это тоже мы все с вами понимаем. И закон, который будет, скажем, там штрафы будут и приличные с точки зрения парковки там в неположенных местах, он тоже будет, но только же тоже дело времени. Мы тоже сами это знаем. Поэтому нельзя будем закрывать вот эти территории, где должны быть много ярусов парковки. Хорошо, Леонид Иванович, добрый день. Это идуард Александрович, я тебя тоже прошу это зафиксировать, чтобы эти места даже сохранить. Разрешите, пожалуйста, пару вопросов. Все, что Владимир Петрович сейчас сказал. Сейчас, минутку, вот смотрите, что касается ЛЭП. Я сейчас не хочу упряжать события. Сегодня эти вопросы отрабатывает компания «Самолет», отрабатывает с Минтрансом, отрабатывает с правительством области, с сетями на предмет, скажем, выноса вот этих сетей, которые сегодня на опорах, и, скажем, скажем так, положить их в землю. Это дорогое удовольствие. Это где-то за миллиард рублей денег выходит и так далее. Но этот вопрос проработки, и я надеюсь, что дело времени к этому вопросу тоже будет решен. Хотя вопрос непростой достаточно. Технически сложный. Технически сложный, да. Поэтому этот вопрос тоже проработки. Я не говорю, что это будет завтра, но это тоже будет. Ну, про временную сейчас дорогу? А про временную, вот, значит, для нас, ну, Виктор Николаевич его знает. Это безопасность людей. Это первоочередная задача строителя и людей, которые эксплуатируют ЛЭП. А вот вы сами себе и ответили. Девушка, вы сами себе и ответили. Я зону ЛЭП огораждал всегда и продолжаю огораждать. По улице, по положенному месту, мы не по полю шли. Мы не по улице, мы заявочку дадим не позже, чем через час после этого совещания. Люди с Россетей приедут и проверят провисок. Хорошо, дальше идем. Вот, молодой человек, пожалуйста. Я все-таки вопрос задать мне не дают, к сожалению. У меня несколько вопросов есть, на самом деле, не очень, может быть, удобных. Вот, смотрите, вы назвали строительство временного тротуара до метро. Можете какие-то сроки конкретные назвать, под которыми вы, как депутат, можете дать сказать точный срок. Скажу, я не депутат, это первое. Значит, второе, повторяю, ловочный лицо, да, второе, значит, этот вопрос мы должны согласовать на уровне правительства области, правительства Москвы, на уровне Минтранса Московской области с дорожными службами города Москвы. Поэтому, я не могу сейчас сказать, будем стараться, чтобы это было, ну, максимально быстро, но не готов сказать. И я не хочу вас обманывать. Хорошо, понятно. Хорошо, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, заселение микрорайона самолет началось, там, в 14-15-м, где-то году, ну, около 5 лет прошло, да? Вот, за 5 лет было понятно, что количество данных будет больше, что больше районов открывается, что тысячи людей новых вселяется, но инфраструктура никаким образом за 5 лет практически не строилась, да, там начала дорога строиться, может быть, полгода назад, вот, до этого ничего не делалось. Вот, скажите, вот, как вы это прокомментируете? Евгений Николаевич, где-то 5 лет самолет уже строят, а инфраструктура, ну, как бы, вот, как пустырь был, как одна полоса была, так она и есть. Первое, на что всегда обращала администрация района и компания «Самолет» это социальные объекты. Вы, надеюсь, видите, Иван Петрович ранее это сказал, о наличии здесь очень большого количества социальных объектов, в пример с нашим рядышком микрорайоном, куда вы ходите, ну, не краска. Подождите секундочку, я отвечу, а потом и за эти вопросы. Хорошо? Спасибо. Значит, на сегодняшний день у нас одна школа открыта, вторая школа будет открыта, в этом году, третья школа будет открыта на следующий год, и вы это все видите, это невооруженным взглядом абсолютно заметно. В этом году мы планируем запустить еще два садика. Один в этом микрорайоне, значит, на сто, извините, двадцать мест, и один в микрорайоне «Залэп» на двести сорок мест. То есть, вот эта задача, которую нам и ставила администрация во главе с Владимиром Петровичем, мы выполняем. Что касается инфраструктуры, мне немножко непонятен этот вопрос. Хорошо, в каждом доме, секундочку, в каждом доме, значит, в соответствии с согласованными администрацией проектами у нас находятся нежилые помещения, которые компания «Самолет», юридические тонкости, я не знаю, не буду говорить, передает, значит, юридическим лицам, которые и должны обеспечить жильцов инфраструктурой различного жилого характера, значит, аптеки, магазины и так далее. Хорошо, хорошо. Ну, давайте, давайте, я один, полиции, скажите, в этом году, в этом году мы начинаем строительство поликлиники и станции скорой помощи. На площадке рядом со стоянкой автомашин, незаконно вами занятой на нашей земле, да, значит, мы там будем строить поликлинику и станцию скорой помощи. Проекты, секундочку, секундочку, проекты уже разработаны, сейчас находятся на согласованиях, мы уже в течение полугода готовились к этой ситуации, вынесли уже все внутренние сети, которые там нам мешали, и сейчас ждем согласованных проектов. Рассчитываем в этом году начать строительство. в следующем, она небольшая, трехэтажная, значит, и двухэтажная станция скорой помощи, там у нас год по срокам. Можно последний вопрос, пожалуйста? Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, интересует пустырь, который здесь находится прямо слева от нас. Вот его напрашивается как минимум убрать лайп под землю и каким-то образом построить парк, облагородить. Но вот это прямо напрашивается и в проекте, когда мы покупали квартиры, я думаю, многие люди видели проект, который был и за что они деньги отдавали. Вот в проекте это все была зеленая зона, это были парки и так далее. Друзья, первое, есть ли планы по облагораживанию этого и можете ли назвать какой-то срок? Сразу же отвечаю на этот вопрос коротко. Граница Московской области, то есть там, где мы имеем право что-то делать, обещать людям и производить какие-то вещи, находится на бордюрном камне вот за этим домом. Все, все, что дальше бордюрного камня в Толурн-Лэп, хорошо, идем дальше. Так, друзья мои, значит, мы собрались обсудить, да, пожалуйста, спасибо большое, Юрий Николаевич. Мы собрались обсудить вопросы транспортной доступности, потому что иначе мы уйдем в тину. Вопросы по транспорту есть? Да, кто? Говорите. Добрый день. У меня, значит, проблема такая, транстранственный вопрос. По поводу того, что неоднократно, я, кстати, в контактах я писала и в социальных сетях мы обсуждали, меняют маршруты, да, Рентранс, не объявляя при этом на остановках, да, что вот они поменяли маршруты. Люди проезжают свои остановки, потому что зачастую грязные окна, не видно, где останавливаются, плюс мороз, не учитывается зимой, очень многие проезжают, потому что не видно остановок. я предлагала, и сейчас предлагаю озвучивать остановки, это же возможно, в Москве, в Москве же это делается, в муниципальном транспорте, объявлять, если меняется маршрут, по какой-то причине, либо там пробки, либо еще что-то, объявлять смену маршрута, чтобы люди понимали, куда они едут, плюс навести, конечно, порядок. в маршрутках. Абсолютно согласен, Сергей Павлович. В маршрутках грязь и борта. Нас здесь обслуживают две компании, или три? Ну, автономия, ну, третья, маленькая, да. Две компании, МОЗ Трансавто и Ран Транс. Более того, поставить, варианты разные, водитель объявляет, либо покупаете, как метро делает, на автомате кнопку нажимает, там красивым голосом девушка озвучивает, куда подъехали. И в дополнение, у нас, да, есть транспортный контроль, мы обязательно проведем проверку именно по тем озвученным проблемам. Согласен, потому что, я везде и всегда говорю, у нас есть столичные стандарты. Что бы кто ни говорил, Москва, Московская область, это единый мегаполюс. И мы не можем в каких-то вопросах в чем-то отставать, там, в той же Москве, там, или, я не знаю, я могу любиться сравнить, там, с Химками, с Мятищами и так далее. Хоть с Луховицем это Московская область. Поэтому есть стандарты. Мы должны жить по этим стандартам. Поэтому в транспорт, объявления, водители, даю себе отчет. Сегодня водители, значит, в автоколоннах работают, ну, со всей страны, будем говорить. Этих людей надо учить, экзамены, пускай, сдают и так далее. Ну, это же вы можете делать. Тут нет большого труда и небольших затрат. И людей надо проверять. Но я еще раз всех прошу, мы все присутствуем в социальных сетях. И наличие социальных сетей позволяет записывать, видео, фотографировать, отправлять в сети. Я во всех сетях нахожу, мои коллеги во всех сетях находятся. И мы тогда, когда берем все эти вопросы в такие жесткие объятия, извиняюсь, обязательно вопросы решаются. Обязательно. Поэтому, я так думаю, что здесь собрались люди такие неравнодушные, особо не стеснительные, что абсолютно справедливо. И давайте совместно отрабатывать, и мы обязательно будем жить в каком-то порядке. Владимир Петрович, еще один вопрос по поводу социального. Это я, это я. Я еще не отдала микрофон. Я по поводу соцопроса, который был проведен недавно по маршруту 1269. На сегодняшний день нам непонятно, что будет все-таки с этим маршрутом. Соцопрос был проведен. 1269 вроде бы как согласовали. Теперь нет понимания, будет ли Пчинэтотранспорт по обсужденному маршруту. Хорошо, кто доложит? Да, пожалуйста. Министерство транспорта Юлия Зубцова. Микрофончик поближе. Заведующий отделом маршрутной сети. Маршрут 1269 отменен. Уже решение МРКС. Уже мы об этом изменили реестр смежный. Москва нам принципиально его не согласовала. То есть там политика была такая. Возле Некрасовки ограниченное количество фронтов посадки-выстки. Возле Некрасовки. Что же мы делаем? Мы решили вам поддерживать по вашим медицинским социальным транспортом. Чтобы завести часть... Вы сейчас выключите абсолютно понимаете, вы самая такая жесткая маска в другом ментаже была не лепая. Не надо было до с Минтрансом здесь. Вы видите, у нас раскрывано... Смотри, давай так, вопрос есть. Сергей Павлович, я попрошу, возьмите этот вопрос проработку. С Минтрансом надо просто отработать. Можно? Да, пожалуйста. по этому поводу. Владимир Петрович, более того, Эдуард Семенович сказал о том, что мы сейчас активно на рабочих группах отрабатываем все пакеты предложений до 18-го числа. Эти пакеты предложений должны лечь на стол заместитель председателя Трескова Игоря Борисовича. Мы для этого с вами и собрались. Значит, у нас рабочая комиссия когда собирается? В понедельник, 18 часов. В 18 часов. Как мы собираемся? В 230-м кабинете. Раз в неделю? Раз в неделю минимум. В 18. Поэтому я такое делаю, коллеги, друзья мои. Давайте мы договоримся. По понедельникам 18 желающих. Но давайте мы договоримся. Тоже надо вести прямую трансляцию, чтобы люди видели. Хорошо. А эти вопросы, которые, допустим, такие острые, потому что Игорь Борисович, по-моему, все истекается. Где-то более настоятельно отрабатывать с Минтрансом и тогда эти вопросы обязательно дойдут до Игоря Борисовича. И еще большая просьба все-таки сделать какую-то выстроить логистику, действительно невозможно только к одному метро подвозить людей. Потому что и от Новокасино удобнее бывает иногда уехать. Я с вами абсолютно согласен. И Выхина в том числе. То есть по всем направлениям должен ходить транспорт. У нас важная станция метро и надо разводить потоки. У нас сегодня так и есть. И мы не собираемся от этого отказываться, уважаемые жители. У нас сегодня Новокасино, Выхина и Некрасовка работают и хорошо отработать. И любят. Добрый день, Владимир Петрович. Такой вопрос. Вот те маршрутки, которые идут от Барыкина, идут через улицу Вертолетная 11-26, через Озерную, через ЛЭП и через остановку школа. Олег, побежать. Вы поближе микрофончик. У вас возможно? Да-да. Вот от Барыкина вот в ту сторону. На этих остановках просто невозможно втиснуться утром в маршрутку. Если тебе повезет, ты во вторую, в третью втискиваешься, ты стоишь на одной ноге, вжатая в дверь. Во-первых, это опасно. Во-вторых, это некомфортно. Люди все нервничают, люди все ругаются друг на друга. Может быть, пустить раз, допустим, в 10 минут одну маршрутку пустую от Барыкина на вертолетную, на озерную и так далее от метро. Вот такое предложение. Такая договоренность с Ран-Трансом у нас была и есть, уважаемые жители. Поэтому Иван, прошу вот эти договоренности. У нас на этих остановках есть видеокамеры стоят или нет? У нас две видеокамеры. На вертолетной есть. Надо посмотреть раз. А теперь видеокамеры в маршрутках есть или нет? Есть. Минуточку, давайте в нашей комиссии и жителей прошу, да, в каждой маршрутке у нас есть договоренность. Должна быть видеокамера, чтобы мы могли наблюдать, что происходит в этой машине. Если там, извиняюсь, людей, и они там не могут стоять, чтобы мы могли мониторить и как-то влиять. Понимаете? Поэтому давайте вот эти вопросы, коли мы договорились, за данный нанесем. Они даже работают. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы на протяжении полугода в рабочей группе отрабатываем вопросы взаимодействия с компанией Run Trans. Чистоту. Микрофончик, мы идем в эфир, вас не слышно. На протяжении полугода в рабочей группе, в составе рабочей группы мы отрабатываем вопросы взаимодействия с компанией Run Trans. Интервалы движения, наличие информации о имени водителя, хотя бы об имени водителя в салоне, телефон диспетчера, нарушение маршрутов Все наши договоренности, которые во всех протоколах зафиксировали, компания РАНТРАНС не выполняет. И как с этим бороться мы, как жители, не знаем. Без помощи администрации это сделать невозможно. Давайте договоримся. Раз в месяц, вот я провожу совещание по понедельникам, РАНТРАНС, лице директора, полдевятого по понедельникам, отчет с точки зрения жалоб жителей, с точки зрения маршрутизации, работы водителей и так далее. Короткий отчет, мы тоже идем всегда в эфир, чтобы люди понимали, где мы находимся. Должен быть контроль. Договорились, дальше идем. Коллеги, я думаю, что мы, в принципе, уже не начнем ходить по кругу. А если вы не будете возражать, будем завершать. Я хочу сказать, я буквально вчера говорил с Игорем Борисовичем Тресковым, я думаю, через 2-3, но не более месяца мы еще одну встречу также приведем. А вопрос один. Транспорт и дороги. За это время мы поймем, что сделала автоколона, что сделала этот транс, где мы находимся с точки зрения вот этой тропы к метро. За это время у нас есть впереди, там, несколько недель, месяц, да, Игорь Семенович, и мы опять же повестим и также в субботу встретимся на полчаса, на час, переговорим. Вы будете понимать, где мы находимся, мы поймем, какие проблемы есть, и будем пытаться эти вопросы снимать. На этой мажорной ноте, такую красивую, немножко непогожую походу, я пожелаю вам хорошего настроения, здоровья, добра, но не обессудьте, немножко не так. Все-таки это продолжает быть такой большой строительной площадкой. Но я даю себе отчет, 2-3 года здесь будет один из лучших микрорайонов Подмосковья. Вы это видите. Поэтому всем самое доброе пожелание. Всем удачи. Спасибо.